25 мая во всех школах России прозвенит последний звонок. В Амурской области из трех семи школ в этом году выпускается более 8 тысяч 9-ти классников и 4 тысяч 11-ти классников. До выпускных экзаменов осталось не так уж много времени, а уже в 20-х числах июня свои двери для абитуриентов распахнут высшие и среднеучебные заведения. И сейчас, пожалуй, самое время определиться с выбором будущей профессии. Здравствуйте, меня зовут Елена Шиломенцева и это программа «Куда пойти учиться». Сегодня поговорим о преимуществах среднего профессионального образования, тем более сейчас оно в почете. России нужны рабочие и квалифицированные кадры. Эту проблему не раз поднимали в высших эшелонах власти. Ведь от этого напрямую зависит дальнейшее развитие экономики и промышленности страны. По поручению президента Владимира Путина был подготовлен комплекс мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Планируется, что к 2020 году в СУЗах начнут действовать лучшие зарубежные стандарты и передовые технологии, которые касаются обучения по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям, в числе которых относящиеся к сферам сельского хозяйства, строительства, добычи полезных ископаемых, машиностроения, IT-технологии, электроники, энергетики и обслуживания. В частности, для Амурской области вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров крайне актуален. В регионе идет строительство таких крупных объектов федерального значения, как космодром «Восточный», газопровод «Сила Сибири», Нижнебурейская ГЭС и другие, где нужны рабочие руки и специалисты среднего звена. Причем востребованы они намного больше, чем сотрудники с высшим образованием. Опять же, возвращаясь к статистике, у нас порядка 60% выпускников устроено строительство по профессии, что говорит, в достаточно высоком уровне подготовки их. И востребованы, мы недавно проводили небольшие круглые столы с работодателями. И работодатели заявляют, что им нужны специалисты, которых выпускают в наше учреждение. Вместе с тем, нужно понимать, что не все выпускники трудоустроятся. Все зависит от того, какой он сам личный вклад вносит в свое обучение, какие он профессии осваивает, навыки и как он готов работать в дальнейшем. На сегодняшний день в Амурской области работает 27 средних специальных образовательных учреждений, в которых обучается почти 20 тысяч человек. Большинство по понятным причинам находятся в Благовещенске. Они же относятся и к числу самых популярных. Так, по итогам 2014 года по количеству поступающих отличился Благовещенский политехнический колледж, где конкурс на специальность техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта составил 5 человек на место. И на специальность открытые горные работы 4 человека на место. Далее идет Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Здесь за право обучаться по специальности компьютерные системы и комплексы боролись по 4 человека за место. Чуть меньше конкурс составил по профессии строительства и эксплуатации зданий и сооружений. 3,5 человека на место. И замыкает тройку нашего рейтинга Амурский колледж сервиса и торговли. С показателями 4 человека на место на экономику и бухгалтерский учет и 3 человека на место на товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Еще об одном не менее популярном СУЗе, но уже находящемся за пределами Благовещенска, мы расскажем более подробно. Не переключайтесь, информация будет интересна не только выпускникам и их родителям, но даже тем, кто далек от школы и от поступления. Райчихинский индустриальный техникум – старейшее учебное заведение при Амуре с 75-летней историей. 2015-й для СУЗа стал юбилейным. За годы работы техникума из его стен выпустились свыше 30 тысяч квалифицированных рабочих кадров. Из них 5 героев социалистического труда и 38 кавалеров Ордена Шахтерской Славы. Здесь есть даже своя аллея шахтерской славы. А два года назад техникум вошел в число 100 лучших образовательных учреждений России. У нас целые династии работают в этом плане. Есть дед, есть отец, есть сын, который выпустился с нами. То есть целые династии работают на восточно-северо-восточном разрезе. Поэтому я думаю, что традиции шахтерские не упадают, а наоборот возрастают. И мы делаем все возможное, чтобы поддерживать с ними контакты. Данил Швецов не потомственный шахтер, но к выбору профессии тоже подходил со знанием дела. Изначально парень планировал поступать в АМГУ, на переводчика английского языка. Но потом, посоветовавшись с друзьями и родственниками, решил остановить свой выбор на более реальной, в плане трудоустройства профессии, машинист на открытых горных работах. Ну, как бы нравится, интересно, как бы экскаваторы. Как бы, ну, интересно там разбирать, там, как бы, сама техника интересная. На спитание пошло, на нормальный замкнутый контакт кнопки стоп, вот он, нормальный замкнутый контакт. При нажатии он размыкается. Видите? Первые навыки работы с горной техникой ребята осваивают в электромонтажных мастерских. Эту, кстати, открыли совсем недавно. Сюда было закуплено новое оборудование для практического обучения. А вскоре планируют внедрить и более современные компьютерные технологии. Стоит отметить, что Райчихинский индустриальный техникум – единственное учебное заведение на Дальнем Востоке, где готовят экскаваторщиков и бульдозеристов, столь востребованных в угольной, золотодобывающей и других отраслях. Вообще престижная специальность, хорошо оплачиваемая, везде требуется. Потому что они получают образование не только на единственный экскаватор, а на много разных экскаваторах разновидностей. Начиная от АКГ-5А и заканчивая большими шагающими экскаваторами ША-15-90. Превышение скоростного ограничения более чем на 20 км в час. Райчихинский индустриальный техникум – одно из немногих образовательных учреждений области, получивших лицензию на обучение водителей категории Б и С. Соответствующие заключения выданы региональным ГИБДД. Техникум обладает обширной учебно-материальной базой для обучения молодежи по профессии автомеханик. Компьютерным классом для теоретической подготовки и сдачи экзаменов по правилам дорожного движения, автолабораторией, кабинетом медподготовки и тренажерами для новичков по освоению азов вождения. Но главная гордость – автодром. Автодром отвечает всем требованиям инспекции ГИБДД. Оснащен действующими светофорами, дорожными знаками, разметкой, горкой, змейкой, парковкой и другими элементами. Здесь будущие водители отрабатывают наиболее важные элементы управления автомобилем. В соответствии вот все, что у нас есть, ребята получают отличную подготовку профессиональную. То есть я за них, мне за них не стыдно. Они на дорогах получаются, в общем-то, квалифицированные водители. Уж за кого педагогам точно не приходится краснеть, так это за мастеров отделочных работ. В райчихинском техникуме готовят высококвалифицированных штукатуров, маляров и специалистов по облицовке. Своё мастерство ребята уже не раз доказали на областных и региональных конкурсах, где занимали призовые места. В этом году состязания по профмастерству проходили в городе угольщиков на базе техникума. И все три призовых места взяли райчихинцы. Хорошая подготовка обучающихся уже была отмечена не только конкурсной комиссией, но и потенциальными работодателями. Вот три моих участника, они готовятся на лето ехать в стройотряд. Это космодром, это Нижняя Бурейская ГЭС. И думаю, эти навыки, которые они получили, они им пригодятся. На данный момент на космодроме работают наши 10 учащихся, о которых очень хорошие отзывы, благодарности. Я думаю, смена, которая приедет им, только подтвердит успехи наших обучающихся. Значит, прежде чем запустить токарный станок, мы куда нажимаем, что делаем? Включаем главный двигатель, да? Стоять за станком в среде молодежи сейчас считается немодным. Но хороший токарь не окажется без работы, в отличие от хорошего же юриста. Согласно статистике, в центрах занятости на одного безработного станочника приходятся сотни невостребованных экономистов, юристов и бухгалтеров. Кроме того, о том, что стране нужны именно рабочие кадры, не единожды говорил президент России Владимир Путин на встрече с промышленниками. И одна из приоритетных профессий, особо выделенной главой государства, является токарь. Райчихинский индустриальный техникум – единственное в области учебное заведение, где уже несколько десятилетий куют профессиональных токарей-универсалов. А мощная материально-техническая база помогает обучать специалистов повышенного разряда. Я считаю, что то, что имеется в этой токарной мастерской, позволяет нам программу освоить, которую программа согласована социальными партнерами нашего города. И то, что имеются в станке различных технических возможностей в токарной мастерской, вы это видите, они позволяют действительно обучить токарь высокой квалификации 3-4 разряда. Причем стать укоротителем металла по силам не только мальчикам, но и девочкам. Александра Кухаренко с детства любит возиться с железом, поэтому и профессию себе выбирала по принципу, как говорится, три в одном. Чтобы по душе была и в хозяйстве пригодилась, и с трудоустройством проблем не было. Ну, например, вот смотрите, родители, там, отцу приготовят что-нибудь, там, болт, например, там, не болт, а для машины, там, что-нибудь, деталь какую-нибудь выкачать или еще что-нибудь. Профессия, в принципе, не сложная, интересная. Я думаю, если сейчас все хорошо отучусь, теплом получу, то я пойду работать на космодром. Еще одну, не менее востребованную на рынке труда и полезную для дома профессию можно получить в стенах райчихинского индустриального техникума. С 2013 года здесь начали обучать мастеров жилищно-коммунального хозяйства. На выпуске ребята получают сразу две актуальные на сегодняшний день специальности – сварщик и слесарь-сантехник. Для наглядности образовательного процесса в учебном заведении была создана новая мастерская по ремонту санитарно-технических систем, где обучающиеся отрабатывают навыки работы сантехническим, отопительным и другим оборудованием. Они обучаются на базе девяти классов, срок обучения – два с половиной года. Они проходили у нас практику в жилищно-коммунальном хозяйстве города Райчихинска, «Буре Гастрои» проходят, и поэтому мы думаем, что они будут хорошими специалистами. А пока ребята еще учатся, они уже успели зарекомендовать себя с хорошей стороны. Например, Николай Гащенко, будучи студентом второго курса, уже легко может заработать себе на жизнь. Ну, очень многое подрабатывают, люди просят, конечно. И отопление бывает уже, и сделал, и все. Месяц, ну, месячная плата у меня, вот, допустим, за подработки у меня, ну, выходит около 20 тысяч. Ну, это начальная такая цена у меня будет нормально. А вот профессия, коэффициент полезного действия которой вообще сложно переоценить, особенно в период экономического кризиса. Умение шить и краить позволит каждой леди, даже в режиме строжайшей экономии, выглядеть всегда стильно, дорого и модно. Профессия швея, я даже считаю, не только она, в смысле, приносит пользу семье, но она еще является прибыльной профессией. Так как женщина, даже, например, которая уже уходит, например, в декрет, она не может работать. А так, купил дома машинку и шею себе в удовольствие. Кстати, освоить швейную науку легко смогут и студентки с ограниченными возможностями по здоровью. В Райчихинском техникуме набирают группы, где девушек обучают азам рукоделия. И педагоги уверены, что их выпускницы без работы точно не останутся. Швея работает на фабрике, у нее, они работают конкретно на каком-то, обрабатывают какой-то узел. Допустим, кто-то воротник, кто-то манжеты, работают потоками, правильно? Человек научили обрабатывать какой-то узел, он уже садится и сможет себе зарабатывать деньги на пропитание. Я думаю, что они найдут себя в жизни, не потеряются. Даже если уедут у нас многие, допустим, там где-то Благовещенский район, поселки, деревни. Я думаю, что если там нету фабрики, но они смогут, смогут заработать себе на кусок хлеба и не пропадут в жизни. Сейчас живут, улаживаем равномерно, колечками, чтобы он ложился ровненько, аккуратненько и не спадал. Вкусно и красиво готовить тоже научат в Райчихинском индустриальном техникуме. Татьяна Хананова обучает студентов кулинарному искусству около 12 лет. И как отмечает мастер, за эти годы многое в технологии приготовления и подачи блюд изменилось. Сейчас в моде европейская кухня, а в Райчихинском техникуме принято шагать в ногу со временем. Поэтому образовательный процесс был скорректирован. Ну сейчас у нас украшения порции вообще маленькие, там разнообразные, соусы помаленьку, всего разного. И совсем не то, что как раньше, там щи-борщи, а сейчас специфика подачи совсем другая, совсем поменялась. Но они будут обладать первым полностью выготовлением кондитерских изделий, кулинарных изделий. Все технологии полностью они знают это, знают и должны будут выпуститься уже полностью специалистами и стоять им разаядом. Это самое престижное и лучшее заведение в городе Райчихинске. Но именно поэтому сюда решила пойти на специальность, свою электрическую станцию, сети и системы. В Райчихинском индустриальном техникуме готовят не только рабочие кадры, но и специалистов среднего звена. Перед вами будущие мастера, прорабы или руководители структурных подразделений. Получить квалификацию техника ребята могут по пяти востребованным направлениям. Электрические станции, сети и системы, релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, открытые горные работы, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. А в рамках специальности они осваивают одну или две рабочие профессии, что значительно увеличивает шансы на рынке труда. Однако и получить такое образование непросто. Да и на некоторые специальности уже в прошлом году конкурс был более двух человек на место. Учиться сложно, потому что все-таки получить диплом техника и здесь же получить удостоверение или свидетельство на рабочую профессию, это надо потрудиться над этим. Но это зато хорошо, потому что они выходят, они имеют два документа в образовании. Как показывает практика, выпускники райчихинского техникума с легкостью находят себе работу. В 75% случаев. Таких высоких показателей в трудоустройстве студентов удалось достичь благодаря слаженной работе руководства СУЗа и потенциальных работодателей. Среди партнеров техникума более 27 предприятий и частных организаций города и области, в том числе Амурский уголь, Амурский металлист, судостроительный завод, Нижнебурейская ГЭС, Соловьевский прииск и другие. Кроме того, в техникуме работает служба по трудоустройству студентов. Мы им рассказываем, как найти работу, как себе предложить, какое резюме правильно написать. Где-то в феврале, в марте мы начинаем уже собирать с них резюме, рассылать по предприятиям. На выпускном квалификационном экзамене работодатели еще смотрят и кого-то там приглашают. Сейчас в райчихинском индустриальном техникуме обучается около 1 тысячи человек. Из них более 300 – приезжие из других городов и районов при Амуре. Иногородним студентам предоставляется общежитие, проживание в комфортных апартаментах со всеми удобствами. Кроме того, здесь есть комната отдыха и комната релаксации, где с ребятами работает профессиональный психолог. Свободное от учебы время студенты проводят в спортзале. Занятия бесплатные и проходят под руководством опытного тренера. На сегодня все, но впереди у нас еще много интересных программ. Тем же, кто в скором времени будет прощаться со школой, желаем успехов на выпускных и вступительных экзаменах. И в конце маленький совет – выбирайте образование для жизни. Райчихинский индустриальный техникум приглашает на бесплатное обучение выпускников 9-11 классов, а также всех желающих без отрыва от производства повысить свою квалификацию по престижным специальностям. По окончании техникума выдается диплом государственного образца. Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии администрации техникума по адресу город Райчихинск, улица Пионерская, 31 или по телефону 8 416 47 2 30 56 или на сайте техникума.